Час новина у региона. У студии телерадуя компании Гомель Наталья Игнатенко. Витаю вас. Сегодня у Гомеля стартовал заключенный этап Олимпиады школьников союзной державы «Россия и Беларусь. Гисторичное и духовное единство». Все лета интеллектуальные баталии проводятся в десятый раз. У делу их принимают 34 команды из 23 регионов России и всех областей Беларуси. Первым из официальных мероприемств стала грамадянско-патриотичная акция для мемориального комплекса на Аллее Героев. Место брано не выпадково. Яно еще раз подкресливая, что Россия и Беларусь имеют целую историю и перемогу. 70 годов тому наши народы, змогающиеся разом, сдолили побороть фашистскую погрозу. Митинг и ускладание кветок символизуя необходимость заховывать память об минулым и мирное небо для насчатка. «Эта Олимпиада, она сближает нашу молодежь. Ребята, участвуя в этих мероприятиях, как раз имеют возможность обмениваться не только своими знаниями, умениями, своими талантами, что есть, но плюс ко всему на этих мероприятиях завязываются дружбы между ними. Они начинают общаться, приезжать в гости как в Россию, так и в Беларусь. Урачистое открытие 10-й юбилейной Олимпиады школьников союзной державы отбылось в Гомельском областном громадско-культурном центре. Символично, что первое в 2004 году так само проходило в городе над Сожем. За 10 год поборниц выладились в Москве, Смоленске и Полоцку. С каждым годом популярность Олимпиады расти. Паширается география удельников. Зараз змагаться за перемогу будут больше, как 200 школьников с 23 регионов России и всех областей Беларуси. Конкурсная программа будет проходить с 27 по 30-го Кастрычника. Она продугледживает два обовязковые туры. Это комплексная работа по русской мове и литературы и творческие конкурсы, которые включают риторичное майстерство, лингвистичную викторину и выразное литературное читание. Выники Олимпиады подведут с 31-го Кастрычника на официйной церемонии закрытия. По инициативе Жихаровевске Радзеева Будакашалевского района на доме, где проживал полный кавалер Ордена Славы Александр Андреенко, установлена мемориальная дошка. Это один и уродженец района, который подчас Великой Айчинной отрымал такое звание. Тема памяти и патриотичного выхования у материале Олега Синцюрова. Веска Радзеева Будакашалевского района подчас Великой Айчинной стратила 115 жихаров. Нехто закинул у партизанских отрадах, некто на фронтах. В 1968 году усим им поставили помник. Скульптуру Жанчина с лавровым венком и плитами с прозвищами земляков. Александру Андреенко подшинцевало, и он выжил. Подчас оккупации хлопец был партизанским совязным. Раз некакий день после вызволения вески, его призвали в Червоную армию. На той час Александру не было и 20-ти годов. Проспал года Андреенко отрымал свою першую зногороду, орден славы третьей ступени. Як будя написано у наградным листе, под мостным огнем противника зравел проходы у минном поле, чем саденчив по спеховому наступлению пяхоты. Три ордена славы Радавы Андреенко отрымал усяго за 9 месяцев знаходжения на фронте. Причем полным кавалером он стал уже у 22 годы. По словам его боевых сябров, это был вельми одважный солдат. На веленском плацдарме Радавы Андреенко вывел со строю, ворожив гармату, знищил 5 и захопил у полон 12 гитлеровцам. У Германии уворвался у ворожий ДОТ, який перескажал наступление 40-й роты. Деничил гранатами, автоматом, ножом, але задачу выканал. Войну закончил на Эльбе. По час уратисток открытия мемориальной дошки на Доме Героя, его дочка Валентина Севянкова узгадываю вспоминные одновесковца, за яким батька воевал на фронте. Три ордена славы и медаль за адвагу – это свечення только частки боевого шляху Александра Андреенко. Получил однополчанин их письмо, в котором жена писала о том, что дети голодают, есть нечего, что находится в очень тяжелом положении. И тогда, говорит, прочитали это письмо у них в роте. И они подняли, он поднял, именно он организовал, поднял солдат, и они, говорит, выполнили боевую задачу, взяли там какую-то высоту. Вот именно из-за этого письма. Но он такой был всегда впереди, всегда, нигде. Вот по словам этого соседа, тот говорил всегда, что он находится на переднем крае постоянно, как в военное время находился, так и в мирное время. Война на зафёды засталась в его житии. Родно узгадывать, что он не мог без слёз глядеть в фильме «Великой Ачины». Правда, на людях николе не показывал, что рабилось в его души. В 20-ти годовом взрослых, конечно, кто сучасный морде, если она не лечит себе дорослым, побывать в таких боях, это николе не забудется. Александр Андреенко часто выступал перед школьниками, причем это были далеко неформальные встречи. Он помёр в 1989-м, а люди и зараз скажут об им только добрые слова. Ненавито по инициативе вязковцев участку заробленных на районном субботнику Сродку накировали на створение мемориальной дожки. До речи сиротурадженцов Бударкошалёвского района шесть героев Советского Союза и только один – конный кавалер Ордена Славы. Остался на всю жизнь у меня память. Я ещё был пацаном, мы учились в школе, он к нам приходил в школу. Он нам рассказывал о войне, он нам рассказывал, как он воевал, он рассказывал о однополчанах. Мы гордились этим человеком. Он, ну, человек большой бог был. Олег Сентюров, Валерий Капанько, телерадо компания «Гомель», Бударкошалёвский район. У Гомельским детячим доме пройшла сустреча выхованцев со своими батьками. Её халоная мета – обновление сгубленных семейных относин и батьковских правов. Сегодня у Гомельским детячим доме выховываются 104 детяти. У большей частки из них есть родные батьки. Работу под родженни семьи у супрацовники установы проводят уже 8 годов. Они организуют телефонные размовы, переписку и особистые сустречи. У вынеку до своих родных тат и мам вернулись 33 детяти. На этот раз запрошения на мероприемство приняли 16 человек. Трое из них уже подали документы на вертание своих батьковских правов. Мы анализировали, мы находили детям приёмные, опекунские семьи, усыновители. Но каждый из нас, проживая вместе с ребёнком в детском доме, понимал, что сердечко каждого ребёнка болит по родным. По родным папе, маме, по бабушке, дедушке. И поэтому мы решили всё-таки параллельно с работой по устройству в замещающие семьи активно начать работу по возвращению детей в родные биологические семьи. Неколи и не квитнели, а зараз от них не засталось и следу. Некоторые вёски зникли с карты Гомельщины по причине Чарнобыльской катастрофы. Иншие пережили своих господаров. У Ельской районной Центральной библиотеки, как захавать память об минулым, дейничая экспозиция рушников, и кемаусь дочинение до загинувших вёсок. Наш корреспондент Дмитрий Котов выросшил ознайомиться с представленными экспонатами. Рушник заховывает память об нашим минулым. Это универсальная ритуальная речь, якая сопроводжала людей от народжения и до конца житёвого шляху. Традиционный узор на святочном рушнику рассказывал историю семьи. Был призванный оберегать своих господаров. Тканное полотно объедновывало разом некольких поколений. Миновито тому, яму надавали сакральное значение. Сегодня у Ельской коллекции можно сустреть самые разностайные по своим походжениям и символицы рушники. До речи, дякающей небояковым же хорам района, колька злитых предметов у экспозиции постоянно повеличивается. Все люди узнали о нашей такой прекрасной идее, и они до сих пор несут свои вышивки. У кого-то осталось от бабушки, у кого-то от мамы. И вот они несут, чтобы не пропала память о этих людях. Дело в том, что деревни с каждым годом исчезают. Если не по причине катастрофы какой-то, как Чернобыльская АЭС, то просто потому, что вымирают люди в этой деревне. Поэтому мы берем все работы, которые нам приносят. Соправды и везки, как и люди, нарожаются, живут и помирают. Издается этот процесс незворотный у нас сейчас глобальной урбанизации. Молодь переезжая в город, и везки, у которых доживают свой век у сего некольких пенсионеров, никого уже не издевляют. Менавито тому вязковцы в Ельском районе усими силами имкнутся захавать такие для их потаемны и вечно живы куток далекой истории и старожитных традиций своих земляков. Мне очень приятно. Приятно, что собрана вот такая коллекция уникальная. Прихожу сюда с детьми, с внуками, рассматриваю старые фотографии, рассматриваю вещи. Вспоминаю, многих знала жителей деревни. В этих узорах осталось тепло рук людей, которые жили и еще проживают, может быть, разбросаны по всех уголках нашей страны. Но, тем не менее, вещик напоминает о них. Эта уникальная коллекция. И хочется приходить сюда еще и еще, тем более, что она пополняется, собирается. Дмитрий Котов, Явген Макеенко, отель радиокомпания «Гомель», Ельский район. Апошний выездный матч подарю болельщикам футбольного клуба «Гомель» надею. Махчыма еще не все страчено, и клубу удастся захавать прописку у элите. Усяго два очки отставания от Витебска. Таму нахать немаш со Слуцком команда выходила, як на опошний бой. Напружение на стадаюне центральной отчувалось амаль физично. Вот только из Слуцк приехал Гомель выключено за перемогой. Им так само требовало захавать свои позиции и не вылететь с вышки. Для гомельчан до того же особливое значение имел поединок у Солигорску, где мясцовый шахтер прямо в Витебск, ближайший до зелено-белых по турнирной таблице клуб. Забягаючи наперед, расскажем, что витебчане в этом туре очков набрать так и не смогли. Но Гомель все равно нужно было сподеваться на собственные силы. На жаль, стартовый адрес к матчу прошел под выполненным прессингом гостей. Слуцк систематично подбирался до гомельских ворот. И на 30-й минуте, яку Бабамба открыл лико в этом матче. До перепинку гомельчане притрималися, но от другого гола вылететься не удалось. Лепший бомбардир Слуцка Ягор Зубович записал у свой актив 8-й гол в чемпионате. В первую очередь хочу извиниться перед болельщиками. Проблема в том, что видно было, ребята уставшие, нет желания, нет страсти. Хотя по глазам видно, что хотят физиологию, а на том ее не обманешь. Поэтому сложно пока играть ребятам против одетых, обутых, накормленных и состоявшихся футболистов. Тренерский штаб Гомеля кинулся выкористовывать усе замены, как только надать свежести гульни. Але гости вырошили узбадеры суперника по-своему, закатить третий гол с пенальти. А пошнюю надею на перемогу, знижшил Сенин Сибае. Лышкой меду стал гол Максима Санца на 89-й хвилине. Это, до речи, был первый гол 18-ти годовых нападающего Гомеля в высшей шелизе. Вот только отыгрываться было уже поздно. Слуцк зарабил свои очки. Ребята очень ответственно подошли к игре, учитывая важность этой игры. Считаю, победа абсолютно заслуженная. На протяжении всего матча контролировали ход игры. Единственное, небольшой осадочек остался от пропущенного в конце гола. Но это не самое главное. Главное, что мы сегодня выиграли, добыли три очка. Невеликий шанс застаться у Лиззи у Гомеля еще есть. Наступный матч команда проведет в субботу. 31-го Кастрышника у Мазыры. Супрать мясцовой славии. Вольга Вальченко, Сергей Лукашук. Телерадио Компания Гомель. Новины региона, информацию об проектах телерадио Компании Гомель вы можете узнать на нашем сайте у интернете по адресе www.tv.orgomel.by И на этом выпуск завершенный. У студии працывала Наталья Игнатенко. Я и мои коллеги ждем вам несумного вечера. До новых встреч в эфире. Редактор субтитров А.Семкин